Всем привет! С вами Катя и моя ежиха Калима. Сегодня мы с вами поговорим на такую интересную и достаточно грустную тему, как почему вам лучше не стоит заводить африканского карликового ежа. Почему тема печальная? А потому что не каждый себе может позволить ежика из-за некоторых причин, которые сегодня мы с вами разберем. Давайте не будем тянуть и поехали! Про то, что ежик дорого стоит, я даже упоминать не буду. Вы сами должны это понимать. А вот про то, что ежик это насекомоядное животное, вы все же должны знать. Ведь если вы мечтаете о ежике и при этом боитесь насекомых, считайте, что вы не мечтали и что такое ежик вы даже не знаете. Потому что ежик без насекомых долго не проживет. Без насекомых ежик лысей, то есть у него выпадают иголки, сыпется шерсть. И также у него будут, конечно же, неполадки со здоровьем. Кроме этого, если вы будете кормить его только кормом, это будет очень сильно влиять на его печень. И он может испортить тебе зубы. То есть корм можно давать, но только вместе с насекомыми. И насекомых должно быть намного больше, чем корма. Корм в клетку ставится только для того, чтобы ежик мог покушать, когда он проголодается. А насекомые, вы ему каждый вечер ставите мисочку с насекомыми. Про питание ежа я уже видео снимала, можете найти его на моем канале. Вот, мисочка должна быть с насекомыми и с кормом. Корм он будет кушать, когда проголодается. То есть это так, на всякий случай. И то его нужно насыпать в меру. Второй огромнейший минус ежика, это то, что сэкономить у вас на нем никак не получится. Вам придется тратить, тратить и тратить. Потому что клетка для ежика должна быть минимум 95 на 60. А она уже недешево стоит. Говорят, что клетка 80 на 60 это минимум. На самом деле это неправда. 80 на 60 может быть только как временная клетка. То есть может быть вы уехали на недельку на дачу и большая клетка вам не поместилась в машину. Может быть с вашей большой клеткой что-то случилось. Может быть у вас есть такая клетка, а другую вы купите недельку, две через промежуток времени. То есть она только как временная. Всю жизнь ежику будет в ней тяжело жить. Потому что она в любом случае не такая большая, как должна быть. То есть русским языком клетка 80 на 60 просто не дотягивает до минимума. Третий тоже немаленький минус ежика это то, что это не котик, это не собачка, это ежик. Он не будет к вам привязан. Да, он может вылазить на клетку, хотеть к вам, когда вы приходите. Таким образом ежик просто клянчит у вас еду. Больше ничего. То есть он ждет вас, пока вы его накормите. Он не считает вас как своего хозяина. Он считает вас как своего раба, как человека, который просто его кормит. Это не собака, которая встречает своего хозяина и лащится к нему. Это просто ежик. Четвертый минус встречается достаточно часто, если вы покупаете ежика из другого города, не видя, как он выглядит. Ну вот такое. То есть вам присылают его фотки. Говорят, что это милейший ежичек, самый лучший в выводке. Но получается, что к вам приезжает злой, агрессивный ежидзе. За которого вы отдали много денег. И за эти деньги вы могли купить ежика с нормальным характером. То есть вы понимаете, да? Вы заказываете нормального, хорошего ежа. К вам приезжает какой-то злодей, который растопыривает свои иголки и мечтает о том, чтобы вас не стало. Чтобы он был тут королем. Да, такое бывает и достаточно часто, как я говорила уже ранее. В общем, перед тем, как завести ежика, просите у заводчика много-много видео. Где этот заводчик спокойно берет ежа. Где он с ним играется, сюсюкается. Ну такое. То есть, чтобы вы убедились в том, что ежик с нормальным характером. И пятый завершающий минус заключается в том, что ваш ежичек может сделать кое-что очень плохое. Значит, лежите вы в кроватке, фоткаетесь со своим ежиком в инстаграм, вконтакте, хэштег. У меня самый лучший в мире ежик. Он самый ласковый, он самый умный. Тут случается непредвиденное. Вы лежите и тут чувствуете на том месте, где сидит ежик. Такое прям тепленькое-тепленькое что-то. Вы думаете, может, ежик так нагрелся? Поднимаете вы, значит, своего ежика и видите. Как ваш ежик на вас написал. Или накакал. А может, два в одном. Да, такое очень часто бывает. Потому что ежики не умеют терпеть. Они делают это там, где успевают. То есть, даже не успевают, а где хотят. Им вот захотелось, они сходили и все. А вы уже дальше как хотите. Да, вот такой вот у ежиков есть минус. Ну, вы посмотрите на эту мордашечку. Посмотрите, какая она милая. И как можно подумать, что она может написать на этот диван. Как она написала на этот диван, у меня видео нет. То есть, я его как-то не сняла. Отвлеклась. А вот как она хотела накакать на него, у меня видео есть. Хотите посмотреть? Это будет жесть. В общем, кто досмотрел до этого момента. Напишите об этом в комментариях, что вы досмотрели досудова. И я вам сделаю видеосигну и выложу к себе на канал. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И, пожалуйста, вы реально лайки там поставьте. Потому что вот эта мордочка хочет много лайков. Так что вы там старайтесь это с лайками. Давайте. А то, что мы зря снимали целый день. Посмотрите, как мы старались. Так что я жду от вас лайков. Много. Всем пока. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.